Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. Расстановку сил в мировой политике обсуждают в Сочи. Международный дискуссионный клуб «Валдай» собрал в горах ведущих экспертов. Тем, кто ленится убрать хлам возле дома, подарят мешки с мусором. О санитарном порядке шла речь на планерке мэра. Лечение искусством. Сегодня в 4-й горбольнице открылась выставка картин «Верность традиции». Юные футболисты со всей страны играют в Сочи. Стартовал Кубок Российского футбольного союза среди смешанных команд. Ландшафтный дизайн из патриотичной зелени. Армавирский совхоз декоративных культур должен стать основным поставщиком деревьев и кустарников для высадки в городах и станицах Краснодарского края. Об этом накануне во время рабочей поездки в Армавир заявил губернатор. Вениамин Кондратьев подчеркнул, долю государственных закупок у кубанских производителей необходимо увеличивать. Это должно поддержать развитие бизнеса в регионе. Не надо шутить ни со мной, ни с ситуацией, ни с людьми, которые работают на этих предприятиях. И я еще раз подчеркиваю, что это то, что производится в крае. А если оно производится в крае, значит приоритет на внутреннем рынке именно вот этим производителям. Так точно. Если у нас есть свое, то непонятно откуда мы однозначно закупать не будем. Это ваша персональная ответственность. Закупки у местных производителей дадут и дополнительные поступления в районы и бюджеты, что особенно актуально в нынешних экономических условиях. Также необходимо эффективно распоряжаться муниципальным имуществом, в том числе и землей, заострил внимание губернатор. Земельные участки есть, выставляются на торги на сегодняшний день. В связи с экономическими процессами они пока не востребованы. Здесь не продается, но не нужно продавать. Не нужно опускать цену до минимума, а потом то имущество, которое стоит. Такое решение мы и приняли. За дарма ничего продавать не надо, потому что будут лучшие времена. И также будем это предлагать. На встрече с жителями Армавира Вениамин Кондратьев, пользуясь случаем, лично поздравил лучшего учителя года в России Александра Шагалова, который работает в местной школе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ Но словами поздравления не ограничились. Губернатор посетил школу, где преподает педагог и вручил ему ключи от новой квартиры. Александр Михайлович, он умный, хороший человек. На его уроках приятно находиться. Он все понятно и доходчиво объясняет. Он разосторонний. С ним очень интересно проводить те же уроки литературы, потому что он не просто дает какие-то сухие факты из учебника или термины. Он углубляется и в другие науки, такие как география, истории. Он очень умный, интеллектуальный. И с ним, ну, каждый урок его очень интересный. И с большим удовольствием ходим на его уроки. Он открывает своим ученикам мирсловесности и литературы. Рассказывает о писателях, поэтах, да и сам пишет стихи. Потомственный филолог Александр Шагалов у школьной доски всего три года. Но за это время смог влюбиться и предмет учеников настолько, что они слушают его, затаив дыхание. Или спорят, отстаивая каждый свое мнение. Вот и сегодня, казалось бы, обычный урок русского языка завершился неожиданно. К восьмикластикам заглянул губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона тоже сел за парту и слушал урок абсолютного победителя конкурса «Учитель года России». А уже позже, общаясь с учениками, отметил, что Александр Михайлович не просто учит литературе и орфографии, а заставляет их думать и мыслить. Ребята, вам всем очень повезло, что у вас есть такой учитель. И я вас заверяю, его уроки вы будете помнить всю свою жизнь. Поверьте. Спасибо за эти слова. Знаете, я хочу сказать, что урок вообще он любой, он невозможен без контакта. Един учитель тоже урок вывести не может. Поэтому я говорю на конкурсе «Учитель года России». Хочу сказать вам всем спасибо, потому что вы закаляете нас. В споре часто рождается истина. Поэтому без вас урок построить невозможно. И, как вы правильно сказать, для меня главное, чтобы они еще мыслили. После урока уже в неформальной обстановке за чашкой чая Вениамин Кондратьев, Александр Шагалов и его коллеги говорили о качестве образования, успехах и проблемах отрасли. Вспоминали и слова классиков, которые неоднократно воспевали труд учителя. Губернатор еще раз подчеркнул, что работа школьного педагога должна быть комфортной. Ведь именно этот человек может разглядеть талант в своем ученике и привести его к победе. Поэты уже все сказали. И классики об учителях. Теперь должны сказать те, кто принимает решение, чтобы жизнь в ученике стала реально лучше. Я это очень понимаю. И насколько я могу, насколько мне будет возможность, я всегда это буду делать. Я вам смогу в этом доверить. Потому что, еще раз подчеркну, учитель – это основа основ. Учитель должен встать на высокую социальную площадку. Тогда мы будем иметь гарантированное, обеспеченное. Завтра. Благодаря молодому учителю-филологу и обладателю Большого хрустального пеликана впервые конкурс «Учитель года России» в следующем году пройдет на Кубани. Минемин Кондратьев еще раз поздравил Александра Шагалова с наградой и вручил победителю ключи от квартиры. Сразу после уроков молодой учитель поехал смотреть новую однокомнатную квартиру. Компанию сыну составила его маму Ольга Викторовна. Уже в лифте. Новосел признается. Такого подарка не ожидал. Волнительно и радостно. Эмоций много. Сейчас зайдем, посмотрим. Просторная днушка. Сразу понравилась семье Шагаловых. Большая комната, кухня. Здесь все готово для комфортного проживания. Да и вид с балкона открывается живописный. Глядя на такой пейзаж, хорошо пишется, подмечает Александр. Хороший, я люблю вид, когда поле впереди. Это вдохновляет. Очень много эмоций сейчас тут было. Сейчас тяжело что-то придумать, но я думаю, эти строчки появятся обязательно. Это первая собственная квартира молодого учителя. Сейчас Александр живет вместе с мамой и сестрой. Семья Шагаловых шутит. Квартира, заработанная своим умом и трудолюбием. А вообще, отмечает Ольга Викторовна, сын всегда все успевал. Учение ему давалось легко. Вот результат налицо. Спасибо, конечно, огромное всем за то, что оценили. Вот, что это действительно он смог показать свои лучшие качества. Все-таки сделать такой подарок городу, Армавиру. Ну и, соответственно, краю. И край, и город тоже нам сделали подарок. К новой квартире Александр пока еще привыкает, присматривается и строит планы на будущее. А они у молодого учителя большие. Не останавливаться, развиваться, заниматься литературой. И, в смысле, литературным творчеством также преподавать. Вот, ну и знаете, есть такое поверье, что самую главную мечту, самую тайную, самую настоящую озвучивать слух нельзя. Ее нужно проносить с собой через всю жизнь. Ну а сегодня губернатор из-за непогоды, которая разыгралась в нескольких районах Кубани, поручил всем оперативным службам перейти в режим повышенной готовности. Также на особым контроле ситуацию должны держать главы городов и районов края. Вениамин Кондратьев через микроблок в Твиттере попросил всех быть максимально внимательными. Штормовое предупреждение сегодня по всему краю. Встретьте детей из школы и будьте предельно внимательны. На улице небезопасно. В Новороссийский режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Ураган 35-38 метров в секунду. Под особый контроль взяли социальные и жизненно важные объекты. В Сочи появится Центр спортивной медицины. Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении конкурса на создание учреждения. Об этом сообщает ТАСС. Как следует из пояснительной записки, основное условие соглашения – создание Центра спортивной медицины как инновационного центра, специализирующегося в области спортивной медицины, прежде всего в лечении спортивных трав. Возведение единого комплекса зданий и сооружений планируется в Хостинском районе и в Мацейстинском лесничестве. В рамках центра будут функционировать стационар и клиника восстановительного лечения с амбулаторно-поликлиническим отделением. Общая стоимость проекта – более 6,5 миллиардов рублей. Из них почти 4,5 миллиарда – это привлеченные средства неназванного инвестора. Остаток суммы составляют ассигнования из федерального бюджета. Проект рассчитан на 20 лет. При этом центр начнет функционировать не позднее 1 января 2020 года. В Сочи начал свою работу международный дискуссионный клуб «Валдай». Что беспокоит российских и зарубежных политологов и экспертов в этом году? В материале Елена Овсециной. Сегодня в горах был такой же туман, как и в мировой политике. Все, в общем-то, понимают, мир изменился. Он стал сложно сочиненным и четкости взаимоотношений нет. Участники «Валдайского клуба» сошлись во мнении, что пришло время возвращения политики сверхдержав – Америка, Россия, Китай. И вот такое движение к многополярности должно все же привести к более справедливому порядку в мире. Об этом говорили участники «Валдайского клуба» и в интервью с различными отечественными и иностранными журналистами на открытых террасах отеля. А задать вопрос относительно мирового устройства и перспектив на ближайшее будущее, конечно, хотел каждый. Мы живем в период глобального дисбаланса, беспорядка, который сменил иллюзию порядка, наступившую после Холодной войны. Все думали, что вот наконец мы прекратили конфронтацию, ну и теперь все пойдет как-то уже по-другому, без вражды и конструктивно. Ничего не вышло, потому что сама модель, вот эта вот основанная на американоцентричности, она не сработала. А какая другая модель сработает в этом мире, никто не знает. И первая сессия международного дискуссионного клуба, проходящая в открытом режиме, началась с темы, как преодолеть естественные противоречия крупных игроков во имя сохранения мира. Сейчас, по мнению политологов, в мире наступил глобальный бунт. Многие государства, в том числе и России, и развивающиеся страны, не хотят жить по законам и правилам других. А в свою очередь США не может поверить и смириться с тем, что и произошли геополитические изменения. Профессор политологии Джон Миршаймер из Чикагского университета, так и говорит, Россия возвращается из мира мертвых. Свыше двух десятилетий они воспринимали нашу страну как обломки советской державы. Ключевым игроком на международной арене в ближайшем будущем США называют Китай, где и намечается конкуренция в области безопасности. И сами же американцы считают, что это они буквально бросили Россию в объятия Китая, в то время как Европа замкнулась на своих внутренних делах. А представитель Поднебесной Фуин достаточно уверенно пояснила, что у них нет привычки вмешиваться в политику других стран. И работать нужно вместе и выстраивать равные отношения. Взрывной рост неопределенности в мире, конечно, порождает разные слухи. Не зря журналисты задают вопрос, а может ли быть война? Войны, я надеюсь, скорее всего не будет, потому что существует до сих пор страх перед ядерным адом. Но я думаю, что мы сейчас где-то в 62-м или 84-м годах, когда мы подходили реально к грани войны. Мы можем сорваться, безусловно, потому что может быть ошибка или может прилететь черный лебедь. Но я думаю, что именно для этого Россия и показывает свою готовность к сдерживанию ядерному, для того, чтобы наши партнеры, которые забыли немножко 62-й год и другие годы, вспомнили о нем. Но как бы мир не менялся, как бы не распределялись центры силы, порядок, по мнению политологов и экспертов, гораздо лучше, чем беспорядок. И поразмышлять в эти дни в Сочи им есть о чем. Тем более к дискуссиям Балдайского клуба в четверг присоединится президент России Владимир Путин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Гелена Австецина, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. Санитарное состояние курорта обсуждали сегодня на общегородской планерке. Ко дню города каждый сочинский дом и двор должен соответствовать званию как Олимпийской, так и Южной столицы. Участие в совещании приняли руководители ТОСов и управляющих компаний, большинство из которых не справляются со своими обязанностями в вопросах благоустройства. Расскажет Инга Габешия. К 178-му дню рождения города в Сочи объявлена масса различных конкурсов, в том числе и на лучшую благоустроенную территорию. Самый чистый и благоустроенный двор получит денежное вознаграждение. Отличившемуся председателю ТОС мэр пообещал награду, гарантирующую ежемесячную доплату в размере 4 тысяч рублей. Но помимо поощрения лучших, отметят на дне города и недобросовестных общественников. Для безучастных к жизни родного города готовят особенные подарки. Организаторы праздника не исключают, что это могут быть мешки с мусором или веники. Мои инспекторские проверки, которые я сделал по улице Альпийской, Туапсинской, потом это вот завокзальный район, потом я на Донскую пошел, меня привели в ужас. Мы вернулись туда. Мы вернулись в 2013 год. Мы вернулись в 2009 год. Санитарный порядок навести в каждом дворе. Я повторяю, вымести, вычистить. Как вы понимаете, чистота, она должна быть идеальной. Председатели ТОС, это ваша работа. Городскую среду мы там приведем в идеальный вид. Но где ТОС, где наши активисты, чем они занимаются, так нельзя. Давайте-ка займемся этим серьезно. Грязь, антисанитария, паутина на окнах подъездов. Чтобы Сочи усыновили порядок в своих домах и дворах, каждую субботу, вплоть до самого Дня города, в Сочи объявлены субботники. Первый пройдет уже 29 октября. У нас есть посадочный материал, у нас есть пальмы. Мы готовы, опять же повторяюсь, помочь вам в оформлении, в подсказке, в дизайне. У нас есть любые специалисты. Инспектирование показывает, что у нас между зданиями, жилыми домами, десятилетиями наблюдаются непонятные строения, навесы, сараи. Такие постройки наблюдаются везде и повсеместно. Вот с этим злом надо вести серьезную войну. Поэтому главы районов, пожалуйста, департамент архитектуры, правовое управление, гаражи, которые стоят незаконно, хозбытовые постройки, которые десятилетиями наблюдаются, и мы до них не доберемся никак, портят архитектурный облик города. Всему этому надо объявить войну. Тосовцам и домкомам необходимо обращать внимание и на брошенный во дворах транспорт. По заявкам общественников, районы администрации готовы решать и этот вопрос. Кстати, районы курорта к празднику уже готовы и помимо развлекательных программ подготовили городу свои подарки. Это памятники, детские площадки, новые дороги, набережные, клумбы и многое другое, что призвано сделать жизнь сочинцев еще комфортнее. Также по решению руководства Сочи к 21 ноября на курорте зацветет полмиллиона сезонных цветов. Высадят в разных уголках города и полторы тысячи различных деревьев и порядка 22 тысяч кустарников. Но участие ждут и от самих горожан. А для мотивации и стимула – десятки конкурсов ко дню города. Время подать заявки еще есть. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В ночь со вторника на среду воды не будет в нескольких районах Сочи. С 10 вечера 25 октября до 7 утра 26 октября в связи с необходимостью ремонтных работ на территории водозабора по улице Гагарина будет временно прекращено водоснабжение целого списка абонентов. Так воды не будет в санаториях Беларуси, имени Дзержинского, Заполярье, Красмашевский, Радуга, Россия, Русь, Салют, Солнечные, Сочи, пансионате Нева, отели Чеботарев, котельных номер 5 и 8, школах номер 4, 10, 12, Китай-Городской, детских садах номер 32, 34, 82, 105 и 132, а также в детском саде Умка. В списке также поликлиника на Донской 62, детская поликлиника в переулке Пасечный, гипермаркет Магнит на Виноградной. Без воды останется и жилой фонд на улицах Подгорная, Донская, Пасечная, Чехова, Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Восточная, Цурюпе, Бамбуковая, Приханово, Инжирная, а также в переулках Чехова, Строительный и Рахманинова. Возможны перебои в водоснабжении на Тимирязево, Целинной, Высокогорной, Крымской, Волжской и Полтавской. Временно на пониженном давлении за вокзальный район улицы Островского, Войково, Горького, Первомайское, Сочинские мясокомбинаты и котельная номер 14. К социально значимым объектам будет организован подвоз воды. В аэропорту Сочи с московского рейса сотрудники транспортной полиции сняли двух пьяных женщин. Диспетчер аэропорта сообщил, что пассажиркам рейса Сочи-Домодедово, которые ведут себя вызывающе, отказано в перелете без права возврата денег за билеты. К воздушному судну был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Жительницы столицы были доставлены в дежурную часть в аэропорту Сочи, а затем направлены на медицинское освидетельствование. Результаты показали, что дамы находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, во время посадки уже в самолете пассажирки громко повздорили между собой. Бортпроводник им сделал замечание. Ответом на него стали оскорбления в адрес пассажиров и членов экипажа. За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка гости курорта привлечены к административной ответственности. Несмотря на неприятный инцидент, самолет вылетел в столицу по расписанию. В Сочи задержан подозреваемый в серии уличных грабежей. Заявления от его жертв поступали в дежурную часть центрального района в течение нескольких дней. Злоумышленник действовал по одному сценарию. Подбегал к прохожим, срывал с них золотые украшения и скрывался. Потерпевшие подробно описали его внешность. Во всех случаях приметы совпадали. Кроме того, с некоторых мест происшествия были изъяты записи камер видеонаблюдения. Ориентировка на розыск и задержание злоумышленника была направлена всем наружным нарядам полиции. В итоге сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 27-летнего сочинца. Установлена причастность задержанного к трем уличным грабежам. Общий материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело о мужчине грозить лишение свободы на срок до 4 лет. Но действительно, общественный порядок прежде всего. Кстати, в Сочи стартовал массовый набор в казаки. Кандидатами на вступление могут стать граждане России старше 18 лет с регистрацией в Сочи или Краснодарском крае. Для этого необходимо заполнить анкету, предоставить ксерокопию паспорта, а также ИНН. Кандидатский стаж до получения звания – 2 месяца. За это время кандидат должен пройти собеседование с руководителем, после которого будет принято окончательное решение о принятии в состав казачьего общества. Подать заявку на поступление можно в районных казачьих обществах. В случае одобрения кандидату присваивается чин и выдается удостоверение казака. В Сочи ученикам начальных классов напомнили о правилах безопасного поведения. В рамках всероссийской акции «Твоя пятерка безопасности» в 24-й школе прошел профилактический урок. Главная цель мероприятия – уберечь подрастающее поколение от преступных посягательств, научить детей основным правилам поведения. Полицейские напомнили ученикам начальных классов простые правила дорожного движения, научили детей правильно выбирать безопасные маршруты по пути в школу и домой и обсудили принципы безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. Инспектор напомнила ребятам, что нельзя открывать двери незнакомым людям, разговаривать с ними и тем более садиться к ним в автомобиль. Детям также объяснили, куда обращаться за помощью, если они попали в беду, как пользоваться семейным паролем в момент опасности, кодовым словом между родителями и ребенком. В завершении встречи школьники посмотрели познавательный видеоролик, наглядно демонстрирующий необходимость соблюдать правила безопасного поведения. Лечение искусством. Сегодня в 4-й горбольнице открылась выставка картин «Верность традициям». Автор – известная сочинская художница Виктория Лядова. Теперь стены холла 4-й горбольницы украшают портреты. Это один из любимых жанров сочинской художницы Виктории Лядовой. В выставку «Верность традициям» вошла 51 картина. Каждая прорисована с анатомической точностью. Стиль – реализм. Сама Виктория полотна называет классическими рисунками. «Основная тематика моего творчества – это люди. Я позиционирую себя как портретист, зрителя. Это те, кто здесь лечится, кто приходит. Это все, что я делаю для людей, для нас, для всех, для себя в первую очередь и для всех окружающих». Художественный общественно-социальный проект. Так художник говорит о выставке. Ведь экспозиция не просто знакомит зрителя с творчеством Лядова и не только приобщает к искусству и несет его в массы. Важная задача – это арт-терапия. Давно доказано – искусство лечит. «Это еще одно подтверждение о том, что больница не только доступная, не только клиент-ориентированная, но мы видим просто красиво. Вся обстановка и атмосфера, которая здесь царит, это как бы снимает барьеры, делает по-домашнему уютно. И пациенты, на наш взгляд, ощущают себя естественным образом. И может даже это и помогает выздоровлению». Проводить выставки в стенах лечебных учреждений – это уже сложившаяся традиция в Сочи. Так, например, в 4-й горбольнице вот этот уголок истории медицины – постоянно действующая экспозиция. Ну а выставка Виктории Лядовой стала уже четвертой, проводимой в поликлиниках и больницах курорта. И, говорят в Управлении здравоохранения, она не станет последней. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Представительница Сочи Мария Орлова завоевала серебро Кубка России по скелетону. Соревнования проходили на Олимпийской санно-вобслейной трассе. Участие в турнире принимали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Красноярской области и Башкирии. В Краснодарский край представляла скелетонистка Краевого центра спортивной подготовки по зимним видам спорта города Сочи Мария Орлова. По итогам заездов в ее активе – серебро. Лучшее время показала представительница Москвы, бронзовый призер Олимпийских игр Елена Никитина. Замкнула тройку призеров еще одна представительница столицы Юлия Канакина. Юные футболисты из разных регионов России играют в Сочи. На курорте стартовал Кубок Российского футбольного союза среди детских смешанных команд. Матчи проходят на полях Центра подготовки национальных сборных команд «Спутник спорт». Слово Татьяне Говорковой. За звание лучшей борются 14 команд практически со всех уголков страны. В составе есть и мальчики, которым по 10-11 лет, и 12-13-летние девочки. Основная задача турнира – популяризация футбола среди детских команд. И такие смешанные игры пойдут на пользу каждому. Дети получают больше практических навыков по ведению мяча, атаки и защиты. Соревнования проходят еще по необычной системе, по так называемой швейцарской системе. Каждая команда сыграет по 8 игр. И система эта направлена на то, что фактически лидеры играют постоянно с лидерами. Команды средней, так скажем, зоны в турнирной таблице играют между собой. Аутсайдеры играют с аутсайдерами. То есть уровень команд в каждой игре примерно соответствует друг другу. В день на полях играется по 7 или 14 игр. Всего пройдет 56 матчей по правилам серьезного футбола. Только площадка укороченная размером 40 на 60 метров. Сегодня прошел уже четвертый тур. У каждой команды уже есть результаты. А вот спортсменам из Белгородской области до сегодняшнего дня пока не удавалось себя проявить. Мы до этого сыграли три игры, сыграли три в ничью. Один пропустили, один забили. Ну пока чуть не у нас хромает реализация наших моментов. Создаем много моментов, но не забиваем. Вратари в высоком уровне, игроки, конечно, со всей страны, очень хорошего уровня. Класс, конечно, соревнований высокий. И само мероприятие на хорошем уровне проходит. Сегодняшним соперником для воспитанников спортшколы города Губкин стали футболисты из Новосибирска. Открыли счет представители Белгородской области. Но к концу первого тайма дали слабину и пропустили гол. После перерыва взяли себя в руки, вели хорошую оборону и забили свой победный мяч. Итог игры 2-1. Впереди у команд еще четыре встречи. Заключительные матчи турнира состоятся 27 октября. А пока в лидерах команда «Зорьки» из Красногорска, спортсмены из Москвы и Воронежа. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин. Телекомпания ФКТ. Ну и в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok